Мира Лохвицкая. Перед закатом. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Секция первая. Предисловие. Мира. Мария Александровна Лохвицкая. Жибер. Стихотворение. Перед закатом. С приложением неизданных стихотворений из прежних лет и портрета автора. С предисловием К.Р. На мою долю выпала лестная задача написать разбор представленного на соискание Пушкинской премии пятого тома стихотворений Марии Александровны Лохвицкой. Но моему отзыву не было суждено быть прочтенным ею, хотя я написал его еще при ее жизни, и ей была присуждена Пушкинская премия. Эту премию заслужили ей главным образом стихотворения, посвященные ее детям, материнский завет и плач о Гарри, на которые я указывал как на плоды наиболее счастливых вдохновений. Госпожа Лохвицкая не дожила до увенчания своих произведений, премия досталась ее детям. Да будет мне позволено теперь, когда родственники покойной выпускают в свет ее неизданные стихотворения, предпослать им несколько слов. Во всяком предсмертном творении, будь то картина, извояние или стихи, всегда кроется что-то трогательное, загадочно-пленительное. Это лебединая песня, прощание с жизнью и приближение к роковому порогу, за которым начнется иное, новое, неведомое существование. То, что при жизни автора могло бы заслужить справедливый укор, обезоруживает критика, когда автор отошел в вечность, и невольно прощаешь ему недостатки его творчества. Не так ли с благодарностью вспоминаешь теплое дыхание быстро промелькнувшего лета с его цветами и пышными красками, и забываешь его дожди и бурные ветры? Пусть в последних произведениях госпожи Лохвицкой встречаются недостатки, на которые я и ранее указывал. Пусть находится там неясность, недосказанность, неопределенный мистический туман, увлечение чарами чернокнижия. Но в этих стихах есть несомненная струя поэзии, искупающая столько же несомненные недочеты. Есть виртуозность, радующая и пленяющая любителя чистых вдохновений. Есть умение пользоваться поэтическими образами. Есть превосходная фактура стиха и художественная, мастерская их отделка. Истинной поэзией проникнуты такие стихотворения, как «Каменная швея», «Что такое весна», «Белые розы», «Утренний гимн», «Восковая свеча», «У брачного чертога». Не столько темным содержанием, сколько изумительным искусством владеть стихом, пленяет пьеса «Я жрица тайных откровений», где эта же строка повторяется еще два раза, только с иною перестановкой слов. «Я жрица откровений тайных», и «Я откровений тайных жрица». Стихотворение «День Духа Святого» обращает на себя внимание не только своеобразностью размера, но и красотою и таинственностью содержания. Я и ранее отмечал пристрастие госпожи Лохвицкой к некоторым образам и словам. Они есть и в новом сборнике. Опять мы находим здесь лилии, розовые крылья, дыхание вишен и сирени, лунную грезу над тьмою земной, парус, плывущий в лазурный туман, дыхание жасминов и роз. К этим знакомым красочным и душистым особенностям творчества усопшей присоединяются звуки, раньше у нее не встречавшиеся. Мне слышится в них предчувствие близкой смерти. Стихотворение «В скорби моей» кончается словами. «В смерти, иное прозрев бытие, Смерти скажу я, где жало твое?» Перелистав несколько страниц, вы прочтете. «Но когда умирать буду я, Пред собой я зажгу восковую свечу, И рассеется мрак от дыханья огня, И душа не предастся врагу, Пред восходом зари незакатного дня Я свечу восковую зажгу». Хочется к самому безвременно покинувшему нас автору Применить одно из его предсмертных стихотворений «Уходящая». С ее опущенными веждами и целомудренным лицом Она идет, блестя одеждами, Сияя радужным венцом, И мысли ей во след уносятся С воскресшим трепетом в груди. Мольбы, молитвы, гимны просятся «Взгляни, помедли, подожди». Несколько лет тому назад Смерть сестры вызвала у Лохвицкой Прекрасное стихотворение «Цветок на могилу». Его строками я закончу свое предисловие. «Ты была безропотно покорна, Ты умела верить и любить. Дни твои, жемчужин белых зерна, Низанных на золотую нить, Ты была нетронутой и ясной, Как душа хрустальная твоя, Вечный мир, душе твоей прекрасной, Отстрадавшей муки бытия». К.Р. Павловск. 1 апреля 1908 года. Конец первой секции. Мира Лохвицкая. Перед закатом. Эта запись проекта LibriVox Находится в общественном достоянии. Секция 2. Стихи. Часть 1. Пилигримы. Знойным солнцем полимы, Вдаль идут пилигримы, Поклониться гробнице священной. От одежд запыленных, От очей просветленных, Веет радостью цели блаженной. Тяжела их дорога, И отставших так много, Утомленных от зноя и пыли, Что легли на дороге, Что забыли о Боге, О крылатых виденьях забыли. Им в сияющей дали Голоса отзвучали, Отжурчали поющие реки. Им, без времени павшим, Им, до срока уставшим, Не проститься вовеки, Вовеки. Уходящая. С ее опущенными веждами И целомудренным лицом Она идет, блестя одеждами, Сияя радужным венцом, И мысли ей во след уносятся С воскресшим трепетом в груди. Мольбы, молитвы, гимны просятся. Взгляни, помедли, подожди. Каменная швея Чешское предание Высоко, высоко, На вершине одной И в осенние бури, И в стужу, и в зной Навевая таинственный страх. Неподвижная дева От века сидит И ужасен ее заколдованный вид С недошитой сорочкой в руках. Есть в народе молва, Что поднесь каждый год, Как в Великую Пятницу Внемлет народ О страданиях и смерти Христа. У сидящей вверху оживает рука, Чтоб иглу пропустить И чтоб после стежка Замереть до другого поста. Что не год, то стежок, Что не год, то стежок, Говорят, что исходит назначенный срок, Говорят, что устала швея, А с последним стежком Грянет на землю гром, И предстанем мы, люди, Пред Божьим судом, И увидим конец бытия. Что такое весна? О, виденье весны! Вы со мной, вы со мной! Расскажите вы мне, Что зовется весной? Что такое весна? Что такое весна? Это трепет природы, Восставшей от сна. Это говор и блеск Возрождаемых струй. Это первой любви Молодой поцелуй. Что такое весна? О, весна! О, весна! Это чаша, Что некоторым жизни полна, И потоки блаженства Льет и льет. Это чистых мечтаний Могучий полет. Это сладость дыхания Жасминов и роз. Это нега смешенья Улыбок и слез. Это вишни в цвету. Это в золоте даль. Это юные души Молодая печаль. О, виденье весны! Вы со мной, вы со мной. Вы поведайте мне О печали земной. Что такое печаль? Что такое печаль? Это сердце, Которому прошлого жаль. Это парус, Плывущий в лазурный туман К голубым берегам Неизведанных стран. Что такое печаль? О, печаль! О, печаль! Это эхо, Зовущее в синюю даль. Это вздох, Замирающий в синей дали. Далеко от небес, Далеко от земли. Это лунная греза Над тьмою земной. Это дух, Нисходящий с ночной тишиной. Это боль, О которой поют соловьи. Это девственный лик Отраженной любви. О, виденье весны! Вы со мной, Вы со мной! Что зовется любовью В печали земной? Что такое любовь? Что такое любовь? Это луч, Промелькнувший И скрывшийся вновь. Это павших цепей Торжествующий смех. Это сладостный грех Несказанных утех. Что такое любовь? О, любовь! О, любовь! Это солнце в крови. Это в пламени кровь. Это вечной богини, Слетевшей по кров. Это вешние таяньи Горных снегов. Это музыка сфер. Это пенье души. Это веяние бури В небесной тиши. Это райская сень, Обретенная вновь. Смерть над миром царит, А над смертью любовь. Я, жрица тайных откровений, Во тьме веков мне брезжет день, В чудесной были воплощений, В великой лествице рождений Я помню каждую ступень. Я, жрица откровений тайных, Слежу за цепью роковой, Моих путей необычайных, Не мимолетных, Не случайных, Но предначертанных судьбой. Я откровений тайных, Жрица, И мир пустыня для меня, Где стонут Жертва и убийца, Где страждущих Белеют лица В гиенне крови И огня. Забытое заклятие Ясной ночью в полнолунье Черной кошкой и льсовой Каждой велено колдунье Поспешить на шабаш свой. Мне же пляски надоели, Визг и хохот не по мне, Я пошла бродить без цели При всплывающей луне. Легкой тенью, Лунной грезой В темный сад скользнула я, Там, Меж липой и березой, Чуть белеется скамья. Кто-то спит, Раскинув руки, Кто-то дышит, Недвижим. Ради шутки Или от скуки Наклонилась я над ним, Веткой липы ароматной Круг воздушный обвела, И под шепот еле внятный Ожила ночная мгла. Встань, проснись, Не время спать, Крепче сна моя печать, Положу тебе на грудь, Будешь сердцем к сердцу льнуть. Начало печать кладу, Будет разум твой в чаду, Будешь в правде видеть ложь, Муки счастьем назовешь. Я к устам прижму печать, Будет гнев в тебе молчать, Будешь кроткий и ручной Всюду следовать за мной. Встань, проснись, Не время спать, На тебе моя печать, Человечий образ кинь, Зверем будь, аминь, аминь. И воспрянул предо мною Кроткий зверь, покорный зверь, Выгнул спину под луною, Налетаюсь я теперь. Мы летим, все шире, Шире разрастается луна, Блещут горы в лунном мире, Степь хрустальная видна. О, раздолье! О, свобода! Реют звуки флейт и лир, Под огнями небосвода Морем зыблится эфир. Вольный вихрь, Впевая жадно, Как волна трепещет грудь, Дальт немая, Неоглядна, Без границ Широкий путь. Вьются сладкие виденья, Ковы смерти сокруша, В дикой буре наслажденья Очищается душа. Но внизу, Над тьмой земною, Сумрак ночи стал редеть, Тяжко дышит подо мною Заколдованный медведь. На спине его пушистой Я лежу без дум, Без сил. Трепет утро золотистый Солнце ночи загасил. Я качаюсь, как на ложе, Притомясь и присмирев. Все одно, одно и то же Повторяет мой напев. Скоро, скоро будем дома, Верный раб мой, Поспеши. Нежит сладкая Истома Успокоенной души. Пробуждается природа, Лунных чар Слабеет звон. Алой музыкой восхода Гимн лазурный Побежден. Вот и дом мой, Прочь, косматый, Сгинь, Исчезни, Черный зверь. Дух мой, Слабостью объятый В крепкий сон Войдет теперь. Что ж ты медлишь? Уходи же. Сплю я, Брежуль наяву. Он стоит И ниже, ниже Клонит грустную главу. Ах, печать Не в силах снять я, Брезжет мысль моя едва. Заповедного заклятья Позабыла я слова. С этих пор В часы заката И приогненной луне Я брожу Тоской объято. Вспомнить, Вспомнить надо мне. Я скитаюсь Полусонной, Истомленной И боленой. Но мой зверь Неугомонный Всюду следует За мной. Тяжела его утрата И мучителен позор. В час луны И в час заката Жжет меня Звериный взор. Все грустней, Все безнадежней Он твердит Душе моей. Возврати мне Образ прежний. Свергни, чары, Иль убей. Великое проклятие. Эпиграф. Налагаю на тебя Проклятие По вине твоей. И будет оно с тобою Во все дни жизни твоей И до скончания века. Не моя сила, Великая сила. Не моя воля, Великая воля. Аминь. Будь проклят, Забывший о Боге, Поправший Великого Духа, Меня оскорбивший Безвинно, Смутивший Мой путь голубой. И вот я сижу На пороге, Увяло лицо, Я старуха, Дорога глуха И пустынна, Проклятие мое Над тобой. За то, Что забыл Ты о Боге, Вкуси От страдания И зла. Смотри, Я сижу На пороге, Я черную Книгу Взяла. За то, Что кощунственным Словом Ты духа Во тьме Оскорбил, Прибегла я К тайным покровам Моих Неразгаданных Сил, К прекрасному Вечному Краю Стремился Мой путь Голубой. И вот Я заклятие Читаю, Проклятие Мое Над тобой. Будь проклят В мечтах И желаниях Твоей Очерствелой Души, В покое Твоем И в скитаниях К безвестному Мраку Спеши. Будь проклят В болезнях И муках И в счастье И в горе Твоем, В свиданиях Любви И в разлуках Гори Ненасытным Огнем, Будь проклят В тоске И моленьи И в битве С тяжелой Судьбой, И в смерти Позорной, И в тленьи Проклятие Мое Над тобой. Будь проклят Забывший О Боге, Великого Духа Поправший, Безвинно Меня оскорбивший, Смутивший Мой путь Голубой. Закрыты Благие Дороги Во мраке Отчаяния Павшей, От сладости Мщенья Вкусившей, Проклятие Мое Над тобой. 31 декабря 1904 года, Ночь На Новый Год Конец Второй Секции Мира Лохвицкая Перед Закатом Секция Третья Это запись Проекта LibriVox Находится В общественном Достоянии Стихи Часть Вторая Врата Вечности Мне снились Горы В огне Заката Не как Туманы Не как Виденья Но как Громады Земной Твердыни Преддверье Славы Иного Мира Они Вздымались Двойной Стеною Алели Ярко Над Облаками Все В чудных Знаках В заветных Рунах Хранящих Мудрость Предвечной Тайны Мне Внятны Знаки Понятны Руны В мгновенье Света И Откровенья Но Как Пройду Я Золотые Стены Как Вниду В царство Иного Мира Горят Вершины В огне Заката Душа Трепещет И Внемлет Зову Ей Слышен Шепот Ты Внидешь В вечность Пройдя Вратами Любви И Смерти Пион Утрен Утренним Солнцем Давно Чуткий Мой Сон Озарен Дрогнули Вежды В окно Розовый Стукнул Пион В яркий Одевшись Покров Пышный И Дерзкий Он Взрос Льется С его Лепестков Запах Лимона И роз Смотрит Румяный Пион Венчик Махровый Склонив Алый Мне Чудится Звон Мнится Могучий Призыв Юности Пышной Знаком Зрелости Мудрой Далек Ветер Качает Цветком Крепкий Стучит Стебелек Чуждый Поэзии Сна Ранним Дождем Напоен В светлые Стекла Окна Розовый Бьется Пион Белые Розы Приди И спей От чаши Сладостной Свой Дух Усталый Обнови Я буду Светлый Буду Радостный Я буду Гением Любви Я дам Лазурные Мгновения Приди И сердце Обнови Полетом Вольного Забвения Меж Белых Роз Моей Любви В Стране Иной Когда-то Ты Меня Любил Давно В Стране Иной Ты Полон Был Могучих Сил Ты Был Любимым Мной Блеснул Закат Лучистых Дней Давно В Иной Стране Расстались Мы Не по Твоей Не по Моей Вине И Свод Затмился Голубой В Стране Иной Давно Мой Друг Склонимся Пред Судьбой Так Было Суждено Утренний Гимн Слышишь Как птицы Щебечут В саду Мчится На розовых Крыльях Рассвет В тихом Саду Я блаженство Найду Влажных Ветвей Ароматный Привет Слышишь Дрожанье Пурпуровых Струн Алой Зари Колесница Плывет День Возрожденный Прекрасен Июн Грез Обновленных Воздушен Полет Власт Наликующий Гимн Зазвучал Властному Зову Душою Внемли Это Мгновенье Великих Начал Это Слияние Небес И Земли Светлый Дух Я Горных Стран Живой Привет Дохну Блесну Изгинут Тени Я Белый Цвет Весенний Цвет Дыханье Вишен И Сирени Лечу На Крыльях Вольных Птиц Венчаю Вечностью Мгновенья Мне Нет Предела Нет Границ Я Весь Порыв Весь Дуновенье Кого Коснусь Навеки Мой Со Мною Свет За Мною Тени Я Гений Веющий Весной С Дыханием Вишен И Сирени Под Крестом Как Судьба Мне Страданье Она Принесла И Я Проклял Ее Как Судьбу Но Проклятием Не Свергнул Я Муки И Зла Я О Смерти Молил И Она Умерла Я Хочу Ее Видеть В Гробу предволей иной, что навеки ее разлучили со мной, что ее оградили крестом. Праздник в теплице. Мечтая о жарком пустынном раздолии, колючие кактусы дремлют в безделье, В шелку разноцветном блестят центифолии, и в розовый бархат оделись камелии. Здесь роскошь природы, здесь пир изобилия, зубчатые пальмы, сквозные латании. Царит здесь надменная белая лилия в червонной короне, в жемчужном сиянии, В атласных калетах нарциссы прекрасные, ей служат за счастье погибнуть готовые. Обвеяны сказкой их личики ясные, их желтые кудри, уста их пунцовые. Все блещет, ликуя в росе и в веселье, но грезы царицы не светят победою. Мне скучно, нарциссы, мне грустно, камелии, в мечтах о блаженстве я счастья не ведаю. Мне горькое бремя судьбою даровано, я блекну под властью тоски и бессилия. Небесной мечтою навек зачаровано. Я чистая, гордая, белая лилия. Подземная свадьба Как глубоко венчал нас Вильзевул, Как глухо пел хор демонов согласный, Под сводами гудел неясный гул, От черных свеч дымился пламень красный. И вот орган заныл, Заскрежетал со вздохами невыразимой муки, Медлительно вращался тяжкий вал, И скорбные росли и крепли звуки. Свершался тихо радостный обряд. Вот руки нам навек соединили, Вот подняли венцы, Они горят, Они зажглись огнем алмазной пыли. Но вот забил сильнее дым кодил, Глубокий вздох пронесся в гулком зале, И мерный голос внятно возвестил О том, о чем мечтать мы не дерзали. Не странно ли, не чудно ли слышать нам, Что властны мы дышать своей любовью, Не заплатив завистливым богам Ничьим покоем, жизнью или кровью, Что гнет запрета канул навсегда, Что властны мы смотреть друг другу в очи Без скрытых слез, Любить всегда, всегда, Вдвоем и дни, и ночи, дни, и ночи. О, что нам в том, что нас венчает ад, Крепка любовь, вне мира, вне измены. Погасли свечи, кончился обряд, Затих арган, раздались, дрогнув стены. О, наконец, друг другу мы валены Открыть желаний жадных бесконечность, Забытые жизни призрачные сны, Забыта скорбь земли, Пред нами вечность. Злая сила Моему сыну Валерию Эпиграф Печать дара Духа Святого Слова, произносимые священником При таинстве миропомазания Спаси и помилуй нас крестная сила В час утренней ночи и серых теней С зарей я усталые вежды смежила Дремал мой ребенок у груди моей И чудице спящей, упорно и звонко Тяжелая муха кружит надо мной Мадонна, Мадонна, отдай мне ребенка Звенит надо мной неотвязной струной За радость карая, за грех наказу я Ваш рог неизбежный, тяжел и суров Отдай мне ребенка, его унесу я На бархат моих заповедных лугов Там тихо, там сладко, там зыблются травы Там дикий жасмин и шиповник расцвел Веселье и пенье, цветы и забавы И гулы шмелей, и жужжание пчел Из меда и млека чудесные реки Там льются журча ароматной волной И пьющий от них не возжаждет вовеки И минет избранника жребий земной Исчезни, исчезни, лукавая муха В дремоте моей прошептали уста В тебе узнаю я могучего духа Но сила твоя у тебя отнята Спасен мой ребенок от снов обольщенья И духом воздушным его не качать Вчера он воспринял святое крещенье И вышнего дара благую печать В вальсе Огонь созвучий, аккордов пенье О, вальс певучий, мое забвенье Ты ленешь украткой, мечтою ложной Ты отдых сладкий, души тревожной Кольцом неверным сомкнуты звенья В движенье мерном покой забвенья В огне созвучий, в живом стремленье И трепет жгучий, и утоленье В скорби моей В скорби моей никого не виню В скорби стремлюсь к незакатному дню К свету нетленному пламенно рвусь Мрака земли не боюсь, не боюсь Счастье ли миг предо мной промелькнет Злого безволья почувствую льгнет Так же душою горю, как свеча Так же молитва моя горяча Молча пройду я сквозь холод и тьму Радость и боль равнодушно приму В смерти иное прозрев бытие Смерти скажу я, где жало твое Конец третьей секции Мира Лохвицкая Перед закатом Секция четвертая Стихи, часть третья Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии Богиня Кали Санет На праздник той, пред кем бледнеют боги Стеклись толпы Изыблются, как сны По грудам тел, лежащих на дороге Ее везут священные слоны Склонив чело, идут молодые йоги Поют жрецы, служенью преданы И пляски жриц Торжественны и строги Под звуки флейт И пение струны Богиня Кали Черная царица Будь проклята За дикий праздник твой За стон и кровь И страждущие лица За то, что странной Скована судьбой Моя душа, как пляшущая жрица По трупам жертв Влечется за тобой Остров счастья Меня сковали кольца и запястья Рука моя бессильна, как во сне Художник-маг Создай мне остров счастья И вызови на белом полотне Художник-маг взял кисть мою И смело вершины гор Набросил наугад Морская даль под солнцем Заолела Из мирт и роз Расцвел чудесный сад Окончил он И вот с улыбкой странной Мне говорит Хорош ли твой Эдем Но я молчу Мой край обетованный В моих мечтах Стал холоден И нем Все тоже, да И все одно и то же И океан И горы И цветы Моей душе Печаль ее дороже Знакомых снов Обычной красоты Прекрасный дар Окован мыслью пленной Бессильны мы Бродящие в потьмах Воспрянул маг Великий Вдохновенный Святой огонь Блеснул в его очах О, где следы Недавнего бессилья Могуч и тверд Ложится каждый взмах И вижу я Сверкают крылья Крылья Сплетенные В вечерних небесах О, сколько света Счастья Трепетания Что купы роз Что море Алых вод Бессмертных душ Подземные мечтания Возносят нас До ангельских высот Восковая свеча Мне отраден лампад Полусвет голубой Я покоя Как счастье Хочу Но когда умирать Буду я Пред собой Я зажгу Восковую свечу И рассеется Мрак От дыханья Огня И душа Не предастся Врагу Пред восходом Зари Незакатного дня Я свечу Я свечу Восковую Зари о мгновенье Скорби Скорбе Скоротечной О блаженном Пробужденье Душ Для жизни Вечной О великом Ясном небе Над земным Эребом И забыла Я о хлебе Пред вечерним Небом Светит месяц Выйду В сад Где цветы И травы Спят Сладко Дышат Лепестки Легче Гнет Моей Тоски Бросив Трепетную Тень Дремлет Сонная Сирень Под горою У реки Клонит Дрог Свои Цветки Старый Сад Затих Заглох На деревьях Белый Мох И лужайку И овраг Опалил Горячий Маг Дикой Розы Прям И густ Предо мной Колючий Кус Перед Закатом Люблю Я Блеклые Цветы Фиалок Поздних И Сирени Полунамеки Полутени Повитой Дымкой Красоты Душа Тревожная Болена И тихим Сумраком Объята Спокойной Прелестью Заката Грядущим Сном Упоена Что Озарит Огнем Надежд Повеет Радостью Бывалой Заставит Дрогнуть Взмах Усталой Моих Полузакрытых Вежд Ничто Ничто Желаний Нет День Духа Святого Блюдите Избранники Суровые Странники С бледным Челом Живыми Молитвами Всечастными Битвами Боритесь Боритесь С ликующим Злом В день Духа Святого Молитесь Избранники Усталые Странники Призрачных Стран Молите О знаменьи Небесного Пламени Да Славою Будет Ваш Путь Осиян В день Духа Святого Стучитесь Избранники Могучие Странники Давних Времен Во храмы Безлюдные В сердца Непробудные Поведайте Миру Что враг Побежден Колыбельная Песня Моему Сыну Валерию Свят Мой Крошка И безгрешен Спит И видит Светлый Рай Легкой Тканью Занавешен Спит Мой Крошка Баю Бай Нежным Личиком В подушке Он Уткнулся Не мешай В ручках Милые Игрушки Держит Крошка Баю Бай Ни собачки Ни овечки Не уронит Невзначай Вьются Золотом Колечки На головке Баю Бай Сладкий Сон У крошки Тонок Как не пой И не качай Спи Мой ангел Мой ребенок Светик Белый Баю Бай 29 мая 1905 года Ты мне не веришь Ты мне не веришь Как будто в песнях Возможно ложь Мои желания Ты не измеришь Мои признания Ты не поймешь Есть дар Великий Есть дух Чудесный Поющий Сладко В ночной Тиши Я с ним Блаженна И в жизни Тесной И в гордых Муках Моей души Порой Блистая Огнем Лазури Он Веет Сказкой Былых Времен Порой Промчится На крыльях Бури Порой Пробрежет Как вещий Сон Так Знойный Ветер Колыша Травы Сжигает В поле Золотую Рожь Не для Веселья Не для Забавы Но Ты Не веришь Ты Не поймешь Конец Четвертой Секции Мира Лохвицкая Перед Закатом Эта Запись Проекта LibriVox Находится В общественном Достоянии Секция Пятая Из прежних Лет Неизданное Стихотворение Вещи Дневной Кошмар Неистощимой Скуки Что Каждый День Съедает Жизнь Мою Что Давит Ум И Утомляет Руки Что Я Напрасно Жгу И Раздаю О Вы Картонки Перья Нитки Папки Обрезки Кружев Ленты Лоскутки Крючки Флаконы Пряжки Буксы Тряпки Дневной Кошмар Унынья И Тоски Откуда Вы К чему Вы Для Чего Вы Придет Ли Тот Неведомый Герой Кто Не Посмотрит Старый Вы Иль Новый А Вы Бросит Весь Этот Хлам Долой У Брачного Чертога Спеши Не Угас Возлюбленный Возлюбленный Любовь Моя Светла О Есть Ли Место Мне На Пиршестве Заветном Пропели Петухи Полночный Близок Час Душа Моя Болит Во Мраке Беспросветном Возлюбленный Светильник Мой Угас Темно В туманной Вышине Не Видно Звезд Во Мгле Ненастья Не Говори О Счастье Мне Ты Для Меня Дороже Счастья Страдать Безмолвствуя Легко Тому Кто Ждет И Верит Вечно Одно Молчанье Велико Одно Страданье Бесконечно Чего Ты Хочешь Назови Моей Тоски Моих Терзаний Зачем В заветный Миг Любви Ты Избегал Моих Лобзаний Был Чужд И Нем Твой Властный Взор Как Торжество Без Упоенья Или Мой Униженный Позор Тебе Отраднее Забвенья Но Страсть Моя Была Чиста В мечтах В безумствах И в печали И в миг Когда твои уста Моим устам Не отвечали 1899 год Твои уста Два лепестка Граната Но в них Пчела У слады Не найдет Я жадно Выпила Когда-то Их Пряный Хмель Их Крепкий Мед Твои Ресницы Крылья Черной Ночи Но До утра Их Не смыкает Сон Я Заглянула В эти Очи И в них Мой Образ Отражен Твоя Душа Восточная Загадка В ней Мир Чудес В ней Сказка Но Не ложь И Весь Ты Мой Весь Без Остатка Доколе Дышишь И живешь Тысяча Восемьсот Девяносто Девятый Год Мне душно В хижине Моей Мне Тяжела Моя Неволя О Дай Вдохнуть От радуг Поля И зацветающих Степей Мне Душно В хижине Моей О Будь Огнем Моих Созвучей Моей Звездой Моей Судьбой Веди Меня В простор Могучий Где Туча Гонится За Тучей И Смерть Вздымает За Собой Веди Меня На Жизнь И Бой 1900 Год Я Не Совсем Одна И Одинока Мне Счастье Любви Твоей Дано Свой Пышный Цвет Взлилея Лазерно На Дне Души Сокрытое Глубоко Но Горько Мне Что Царственного Дня Узрев Со Мной Небесное Блистанье В Часы Скорбей В Минуты Испытания О Как Далек Ты Будешь От Меня Обоих Нас Манила Цель Благая Но Предо Мной Путь Женщины Рабы И Я Пойду Одна Из Немогая Под Тяжестью Незыблемой Судьбы 1900 Год Отец Лоренцо В Вечерний Час Когда Сильней Запахли Мир Цветки И Ярким Пурпуром Зажглись Герани Лепестки Когда Устав От Зноя Дня Пернатый Клир Затих И Грезы Вспыхнули Сердца Монахинь Молодых Отец Лоренцо Вышел В Сад Из Стен Монастыря За Ним Идет Сестра Мадлен Краснее Как Заря Горит Сильней Душа Мадлен Чем Жар Ее Ланит И Вот Она Едва Дыша Чуть Слышно Говорит Отец Лоренцо За Собой Не Знаю Я Вины Скажите Мне За Что Со Мной Вы Стали Холодны В Исповедальне Целый Час Сидите Вы С Другой Отец Лоренцо Почему Вы Холодны Со Мной Но Не Замедлив Ровный Шаг С Опущенной Главой Проходит Патер Молодой Читая Требник Свой Не Тронет Патера Любви И Ревности Укор Двенадцать Аве Он Прочел И Тихо Поднял Взор Вы Слишком Смелы Дочь Моя И Скромности В вас Нет С Усмешкой Тонкой На Устах Он Бросил Ей В ответ Я Вашу Душу Замышлял Для Вечности Сберечь Но Страстью Враг Ее Разжег Как Огненную Печь О Да Отец Мой Я Горю Я Гибну От Огня Кровь Гордых Герцогов Дегиз Есть В жилах У меня Их Долей Скромность Не Была А я Лежу В гробу Пусть Гибну Я Но Она в могиле заперлась, она любила вас. Вы каждый день носили ей ее насущный хлеб. Отец Лоренцо, и меня заприте в темный склеп. Святой Терезы житие читали ли вы, Мадлен? Известно ли вам, как ночь страшна и тяжек вечный плен? Не спорю я, сурова жизнь в стенах монастыря. Но тут есть день, но тут есть сад, и небо, и заря. А там могильный полумрак, немая тишина. До самой смерти, как в тюрьме, вы будете одна. Сестру Адель я навещал, и не забуду вас. Молиться вместе каждый день мы будем, но лишь час. Итак, готовьтесь, дочь моя, отринуть прах и тлен. «Ведите в склеп меня сейчас!» — воскликнула Мадлен. «Мне будет садом плесень стен, а небом душный свод. И с чем, Лоренцо, я сравню желанный ваш приход?» 1901 год Что я люблю? Люблю я жизнь, когда она полна, Когда мгновений я не замечаю, Когда она бушует, как волна, Вздымается, стремясь к иному краю, И падает борьбой упояна. Люблю тоску с немым ее покоем И торжеством невысказанных мук, Люблю любовь с ее минутным зноем И бурю встреч, И тишину разлук. 1902 год Бяшкин сон Моему сыну Измаилу Кудри темные рассыпав На подушке белоснежной, Кротким сном забылся бяшка, Спит мой крошка, Спит мой нежный. Сны над мальчиком летают, Лук зеленый снится бяшке, На лугу пасется стадо, Все овечки да барашки. Вслед за ними с палкой длинной Бродит малый человечек, Палкой длинной погоняет И барашков, и овечек, Так и хлещет, так и машет, Сам точь-в-точь похож на бяшку. По траве бежит ребенок, Топчет белую ромашку. Вдруг, откуда ни возьмися, Злой букан, Глаза, что свечки, Прах! В мешок к нему попались И барашки, И овечки. Но букану видно мало, Обернувшись тараканом, Он ползет да прямо к бяшке. Струсил бяшка пред буканом, Вздрогнул, вскрикнул и проснулся. Тихо в комнате у бяшки, К маме в шкаф ушли буканы, И овечки, и барашки. 1902 год Конец пятой секции. Конец книги стихов Миры Лохвицкой «Перед закатом». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год. «Перед закатом» «Перед закатом»